Я Константин Тумбинский и это чистка передних суппортов. Чтобы снять колодки нужно выдавить шпильку с обратной стороны. Хорошая бита и длинный рычаг помогут открутить ржавые прикипевшие болты. Не используйте Г-образные шестигранники для откручивания сложных болтов. Из-за плохой фиксации и перекосов они могут испортить головку болта. Не забудьте снять прокладку между половинками суппортов. Поршни легко выдавить автомобильным компрессором. При этом необходимо их придерживать рукой, чтобы они выходили синхронно. Половинки суппортов чистятся обычным средством для мытья посуды. При разборке желательно менять сальники, но мы не нашли ремкомплект, поэтому почистили их мягкой щеткой. После промывки необходимо продуть суппорты компрессором для удаления остатков грязи. Поршни чистятся аналогично. Если покрытие повреждено, их необходимо полировать. В данном случае это не требуется. Болты сперва очищаются от грязи щеткой. Далее восстанавливаются с помощью бытового средства для снятия ржавчины. Сначала их необходимо замочить в средстве, несколько раз меняя его. Окончательную полировку удобно делать с помощью дрели в несколько подходов. После того, как все детали помыты, их нужно хорошо просушить и продуть все каналы компрессором. При сборке сальники, поршни и резиновое кольцо необходимо смазывать. Устанавливаются новые колодки. Шпилька забивается с внешней стороны молотком. В результате суппорты приобрели свежий вид и стали подходить для нашего кафешника на базе BMW K1100. Это была чистка суппортов. Подписывайтесь на канал и следите за развитием проекта на Stantex Club.